Всем привет! 7 июня, пивная пятиминутка и Илья. Видите, какая обстановка? Да, вот такая, потому что я благополучно добрался до Новосибирска, потому что мне, кто промахал всю информацию, завтра я еду на фестиваль Сипкрафест. Ну и, конечно, я не мог обойтись без обзорчиков, тем более обстановка позволяет. Ну и какое он пиво? И вот что мне сразу в пятерочке, сразу попалось, это Абаканское. Вот я просил у ребят, у подписчиков, точнее, да, типа, ребят, кто живет там вот в Сибири, там в Дальнем Востоке, «Пришлите мне Абаканское, я хочу его продегустировать». Ну, никто, к сожалению, не отозвался, своими силами, как всегда, обходимся. Я не знаю, сфокусится, не сфокусится, надеюсь, сфокусится. Так вот оно выглядит. Пробка черная, раньше Абакана, да, тупо черная. Похоже, кстати, на белорусское, раньше было, с такой золотой кормой. Вот, что еще хотел сказать. 60 рублей, ух ты, нихуя, есть взрывочек. Пивной дух. Копченостью почему-то пахнет. Может, кажется. Собственно, Абаканское, сразу я такой, вот на него я точно буду делать обзорчик. Только проблема в том, что, к сожалению, не будет много обзоров. Допустим, как было в Ростове. Еще, куда я приезжал, там, к теще, да, на блины. В Нефтекамск. Будет всего два. Но я надеюсь, и этого хватит. Про второе пиво я расскажу, когда его буду дегустировать. И опять еще раз обращусь к своим подписчикам. С попрошенничеством. Ну, такой вот я. Потому что нету возможности попробовать все, что здесь продается. Да, Абакан, Абакан. Собственно, Аян называется, да. Там вот этот олень и Аян был раньше на пробке. Причем пробок несколько. У меня в коллекции они есть. Есть даже ни одна, ни две, ни три. Под десяток где-то разных. Там и белый цвет, черный, соответственно. Он белый, есть черный, по-моему, зеленый. Давно не перебрал свои пробки. Уже даже забыл. Фу, нет. Аромат отвратительный. Ну, давайте смотреть. У меня еще, причем есть еще старинные этикетки от Абакана. Она вся покоцанная. Ну, как вся. Нормально. Ладно, не буду вас заебывать историями своими. Из юношества. Где и чего я там. Давайте к пиву. Ау, Аян. Россия, Республика Хакасия. Город Абакан. Улица Советская, 207. Абаканская называется. Пиво светлое. Беру лагер. 11% на 4,8 оборотов. А что так мало-то? Плотности-то, а, ребят? Кстати, оно не пастеризованно. Наверное, из-за этого оно живет. Тут сзади уже написано. Я немножко подглядел. 25 суток. Ну, короче, все плохо. У этой региональной тоже пивоварни. Кстати, а бутылочка-то 0,5. Ничего себе. Смотри, я, кстати, когда увидел, тут вот прям большим шрифтом посередине написано. Я надеюсь, в ЧК будет видно вот эту большую надпись. Срок годности 25 суток. Непонятно, они этим что, гордятся, что ли? Ну, тут как бы мы знаем, да? Сведущие люди, что гордиться нечего. Я сразу начал искать дату розлива. Я не думаю, что в пятерке просроченное пиво будут продавать, хотя они могут. Ну, собственно, розлив у нас 2 июня. 2 июня в 14.40 розлив. Сейчас у нас что, 7 июня? Пиво 5 дней. Как оно сюда доехало за 5 дней? Вот логистика, все дела же. Ну, прикольно. Так, пиво светлое, не пастеризованное, но фильтрованное. Фильтрованное прямо хорошо. Даже пивной перхоти не плавает. То есть, с фильтрацией у них все за месть. Что еще надо отметить? Состав. Вода питьевая, сол, пивовольные, ячменные хмельпродукты. Скобочка. Хмель гранулированный, хмелевой экстракт. Нифига себе, тут даже нету ни соложонки, ни всякой пакости. Вот это они меня, конечно, удивили сильно. Ну и все. Чрезмерное употребление пива, алкоголя вредит вашему здоровью. Мам, я знаю. Как у нас говорят, знаю-знаю, мать писала. С чем сравнить этот аромат? Он необычный. Тут, короче, хреновый солод. Как я это называю, да? Обычно люблю называть саниной. Плюс медовость идет. То есть, она чуть сладковатая. Медовый оттенок. Ну, плюс еще санины выбиваются. Ну, прям реально пахнет саниной. 4,8 алкоголя. Я не знаю, чему я обрадовался. Потому что это пиво хейтит давно. Оно типа испоганилось. Типа раньше оно было ого-го. Может быть. Так, серьезно. Они прямо регионалы, да? Они прямо вот никому не продались. Ауайон. Ну, красавцы, смотрите. Может, на них никто не посмотрел. А может это. Ну, вот пиву 5 дней. Ну, цвет... Как сказать-то? Жидковато-золотой. То есть, ну, что-то вот. Ну, 11 плотности. Оно поболее будет золотым. Тут что-то прямо вот. Уже оно такое водянистое. Зачем я опять это нюхаю? Давайте пробовать. Наконец-то я дорвался, да, Яна. Легкая средняя карбонизация, приятненькая. Слушайте, а вот по вкусу, сейчас еще поговорю, пока придраться не могу. То есть, каких-то дефектов, какого-то дрянного солода, да? Какой-то санины вот этой вот. Я не чувствую. Вот по вкусу это... Это другое дело. То есть, как мы любим. Лагерок светлый, легкий, солодовый. А вот аромат-то вообще подводит, конечно. Ну, надо еще учитывать, что ему всего 5 дней. Я такое свежее пиво. Когда вообще последний раз пил? Ну, не считая саботаж, который я уже через 3 дня, да, у меня. Чтобы вот прямо светлый лагер, региональный, ему всего 3 дня. Что-то я такого не очень припомню. Ну, у меня, понимаете? Как бы не очень, понимаете, да? Это столько сортов перепробовать. Ну, настолько свежее. Вот мне интересно, чтобы с ним было, допустим... Ему 25 суток всего отвели, да? Понимаете? Чтобы было с ним по вкусу. Если бы я купил какую-то 20-дневную уже, какие бы там дефекты повылазили. Мне интересно. Старенькое попробовать. Вот так. Ну, такое. Скромненькое. Да нет, нормально. Да пойдет. Да под какую-нибудь закусочку. Да какую-нибудь... Кто что предпочитает? Рыбу? Чипсенькие? Хуипсенькие? Как бы... Вполне себе. Главное не нюхать. Из бутылки, мне кажется, херачься. Ну, или, опять же, да, берешь вот эту кружку с широким этим, где сразу весь аромат выветривается. То да. Вполне себе. Питка. Есть такой легкий-легкий, какой-то прискус, как будто кукурузенький, что ли. А так, нет. Нормально. Пить можно. Главное, ребят, не нюхайте. Но, если вы его увидите под срок годности уже, то не знаю. Ну, вот, смотрите. Я не знаю, что там за самолетами его вводят. Если через пять дней оно уже стоит в Новосибирске, в пятерочке. Прям интересно. За 60 рублей. И причем оно стоит. Значит, оно, скорее всего, пользуется спросом. Да? Тут тоже ведь еще бы понять, насколько давно оно продается в Новосибирске. То есть, может, они только-только его завезли и проверяют на потребители, на местном, да? Ребят, кто из Новосиба, я знаю, вы есть такие. Может, с кем-то из вас даже завтра увидимся на фесте. Напишите, кто не поедет. Напишите в комментариях. Собственно, давно ли у вас в пятерке продается вот это пиво? Может, только завезли и еще тестят. Зайдет оно народу или нет. Потому что, все-таки, срок годности очень маленький. Как бы, мне кажется, сети не любят баловаться такими вещами. Хотя, всякое говно, конечно, продают. Вот. Может, еще только тестят. Но, может, оно уже давно продается. А это значит, что пользуется спросом. Люди его покупают. Вот такое. Пить можно, нюхать нельзя. Вот и весь мой вердикт. Все. На этом будем заканчивать. Поэтому не болейте, берегите себя, будьте здоровы. Я надеюсь, эхо кухни перебивает микрофон. И открывайте для себя новые стили пива. Открывайте для себя новые пивоварни. Вот, кстати, сколько у них, мне интересно, осталось сортов. Если они никому не продались, почему-то вот этот, самое популярное, а остальные вот остались, тоже интересно. Может, кто-нибудь напишет. А может, я где-нибудь найду эту информацию. Ну, скорее всего, у меня вряд ли это будет интересно. И не прощаюсь, как я уже обмолвился в начале. Будет второй видос. Ждем-с. Ждем-с.